Здравствуйте, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Многие подписчики недовольны и им не нравится, что на моем канале стали появляться и англоязычные видео. Так вот, отвечаю, почему я это делаю. YouTube больше не платит на русскоязычные видео. Рекламы вообще нет. Если реклама есть, авторам ни копейки из этого не платят. Многие русские авторы забросили каналы. У кого много подписчиков, как-то умудряются выкручиваться с такой ситуацией с разными методами. Так как мой канал пока не так раскручен и пока подписчиков у нас мало, теперь приходится и на русском, и на английском видео выкладывать, чтобы хоть как-то содержать канал и был стимул работать в дальнейшем. Кто меня понимает, продолжает оставаться подписчиками канала. Извините, Геннадзвали, но вот такой реальность теперь у нас. Теперь по теме. Для вас очень важная и интересная информация. Ответ по-быстренькому на вопрос, почему раздувают патруки в системе охлаждения. И обязательно смотрим видео до конца. Рано или поздно каждый сможет попасть в таком ситуации. Раздувание патруков в системе охлаждения может быть вызвано несколькими факторами. Но, уверяю вас, основной из них, которые чаще всего встречаются, это фактор крышки охлаждающей жидкости и фактор вентилятора. При чем тут крышка? Вот при том, что в крышке установлен клапан, спрашивающий давление. Охлаждающая система из-за физических процессов давление постоянно меняется. То увеличивается, то уменьшается. Увеличение связано с тем, что, как мы знаем из школьной физики, когда температура растет, увеличивается и объем. Так как, когда двигатель заведена, температура антифриза в системе растет постоянно. Соответственно, расширяется объем антифриза. Исходя из этого, нечего удивительного, что патруки раздуваются. Но наши инженеры предусмотрели эту ситуацию. И в клапане крышки радиатора или расширительного бачка смонтирован клапан, спрашивающий давление. Бывает так, что этот клапан выходит из строя или из-за грязи вообще заклинивает. Вот и резиновые патруки наши раздуваются. Сразу же скажу, если крышка виновата, то трудно подобрать нормальную крышку на рынке. 80% из новых крышек не могут поддерживать нормальное давление в системе охолождения. Вторая важная причина – это неисправность вентиляторов охолождения. Проверьте, вентиляторы вовремя включаются или нет. Как мы знаем, главное предназначение вентиляторов – это сбалансировать температуру охлаждающей жидкости в системе. Если вентиляторы не вовремя включаются или вообще не включаются, температура антифреза в системе будет высоким, и соответственно объем тоже. Это уже говорит о том, что шланги, подрубки из-за высокого объема антифреза будут раздуты. Ну и поговорим еще об нескольких причинах раздувания шлангу. Повреждение прокладка КБЦ. Если прокладка повреждена, то неудивительно, что давление в системе охолождения будет повышаться. Засорение термостата. Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости в системе охолождения. Если термостат не открывается вовремя, то охлаждающая жидкость не сможет нормально циркулировать по системе, что может вызвать сильное давление в подрубках радиатора. Неисправность водяного насоса. Помпа. Водяной насос, то есть помпа, отвечает за циркуляцию охолождающей жидкости по системе охолождения. Если насос не работает должным образом, то давление в системе может увеличиться. Засорение радиатора. Если радиатор внутри или снаружи забит пилю, грязью или другими материалами, то это может препятствовать протеканию охлаждающей жидкости и вызвать повышенное давление системы. Воздушные пробки в системе охолождения тоже могут причиной раздувания шлангов. Если вы сталкивались с каким-то ситуацией и знаете еще причину раздутых патрубок, пожалуйста, пишите в комментариях. Если у вас возникли подозрения на проблемы в системе охлаждения, рекомендуется обратиться к квалифицированному механику для диагностики и ремонта. Неисправности в системе охлаждения могут привести к серьезным повреждениям двигателя, поэтому важно решить проблему как можно скорее. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца и просто подписаться на канал, жмите на колокольчик и на кнопку «Нравится». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok